Дон Хуан просил Карлоса перекреститься перед заходом в христианский собор, а говорил из уважения к Грегору. Это правда. Я тоже самое сделаю сейчас, потому что я ищу крещеный. Вот то, что мы видим, это такой расписной, типа иконостас, ну типа фрески, строго на севере находящийся. Справа стена. Я посмотрел на вот эти такие затемненные черноватые картинки. Меня всегда интересует это. Это виблейские сюжеты, там нет ничего такого. Вот в эти ниши мы начнем на обратно пути заходить. Они очень интересные и странные. Я даже до конца не понимаю, что там находится. Может быть, вы мне поможете. Потому что это мистика. Очень пахнет ладаном, остро. Вот такое у них простое убранство. Сейчас я подниму, чтобы было хорошо видно, красиво. Вот. Но это Иисус. Причем снизу, я так понимаю, Адам и Ева. Очень странно. Стрела. А где ты видишь стрелу? Очень странно. Это какая-то эклектика, ребята. И это все вместе уже уживается. Я был в мечети и прекрасно себя чувствовал. Многие Грегоры вместе сосуществуют вполне хорошо. А вот это вот закрытая территория. Потому что здесь написано на дверях, что вход только для персонала. Понятия не имею, что там. Давайте хотя бы заглянем. Может, туда можно зайти? Я такой наглый. Вот это означает надпись. Процесса, ствола, пара. Ну, в общем, только для персонала. Слушайте, я не буду мешать, потому что я понял. Это типа исповеди. Ну, не исповеди. Там есть кабинки для исповеди. Это с каким-то вопросами люди подходят. А мы лучше... Сейчас. Короче, смотрим внимательно центральный коностас. Если что-то заинтересует... Слушайте, тоже вот это очень офигенная штука. Что это? Очень странно. Очень необычно. Смотрите. Желтый, зеленый свет. Офигенно. Я это сфотографирую нам всем. Я некоторые моменты фотографировал. Я фотографии все выложу. Но там, может быть, будет 10-15 фотографий. Ну, чисто на память об основных моментах. Я сфотографировала фреску, а потом можно будет рассмотреть. Там какие-то справа идущие люди. Это что-то такое. В духе мексиканских фресок Диего Ривьера и так далее. Там конструктивизма, реализма. Потише буду говорить. Смотрите, что здесь. Что это? Вы понимаете, что это? Я не очень. Нет, не орден. Ну, это мальтийский крест по изображенному кресту. Форма мальтийского креста. А вот что под ним? Я спрашивал своих знакомых, они все говорили, что это символ пламени. Смотри. Пардон. Да, да, да. Мальтийский крест. Мальтийский крест. СМИКУЭРБА – это мое тело. В переводе на русский. У меня пошли мурашки. Очень пошли мурашки. Сильно причем. Окошко обычное. Ничего особенного. Никаких витражей. Очень эскетично. Почему-то я вообще настороженно ко всем этим ложам и орденам отношусь. Но здесь у меня забилось сердце. Вот. Прощаемся с этим местом и зайдем в вторую нишу. Смотрите, у них какое интересное наслоение. У них похож эмальтийский орден, а католицизм и талтеки в одном месте. И это все как-то живет и сосуществует. Причем довольно органично. И нет перетягивания одеяла. Ну, мне так кажется, что нет. И подминание одного эгрегора под другой. Мне почему-то так кажется. Может, я ошибаюсь. Если вы знаете, что это был за символ, символ пламени или не пламени, напишите. Да, напиши обязательно. По центру мексиканский флаг. Там, вот видите, там надпись. Давайте так, я подойду, все покажу, а потом выйду прокомментируем, что люди сидят. Я не хочу громко про них говорить. Из уважения к присутствующим. До новых встреч! До новых встреч! Мама! Сейчас прокомментирую. Короче, смотрите. По центру мексиканский флаг. Над ним изображение Девы Гладелупской. Это чисто мексиканский символ, мексиканская икона. Потому что это дело явилось мексиканцу в северной части города Мексика. Кому интересны подробности, погуглите. Они поклоняются наравне с Иисусом. Это два таких очень у них глобальных символа веры и поклонения. Значит, под мексиканским флагом надпись. Я ее переводил, я знаю перевод, сейчас не вспомню. Просто немножко устал. Потом найду, кому интересно, переведу. И находятся кабинки, вот как в католицизме есть кабинки для исповеди. Когда я делал тексты и писал записки от своего первого посещения в Тулу, я вот в этом углу слева от этих двух кабинок, это две кабинки, там слева был какой-то типа горбуна, мальчик горбун сидел. Я не знаю, что он там делал, это не нищий. Я не знаю, что это было. Это было что-то очень странное. Какая-то фантасмагория, мистика полная. Это был не служащий церкви, я не понимаю, кто это был. Он не сидел на скамейке, он сидел там в углу. Ну, тут все довольно просто, видите? Окна без витражей, самое обычное. Потолок не имеет выхода к свету. Вот. Значит, сейчас выхожу из церкви понемножку. Эх, не встретили мы арендатора. А я так надеялся. А может, он где-то здесь сидит. Я же не принадлежу к этим самым, к магам линии Дона Хуана. Если бы еще он меня ограбанул на энергию, я бы вообще, наверное, затрубился. И вам бы пришлось лететь из России, сюда меня находить здесь. Потому что только вы знаете, где я сейчас. И как-то приводить чувства. Потолок. Ну, самый обычный потолок. Сейчас покажу. У меня джойстиком он поворачивается. А вот как бывает, видите, люстры. Вот такой вот потолок, он идет на протяжении. Он повторяется. Все. Он весь такой, Оля. Самый простой. Аскетизм. Простота. Никакого убранства, никакого золота. Никаких сапфиров. Золотых чаш. Альмазов и бриллиантов. Вот. Ну, вообще классное место, если честно. Я думаю, что с арендатором мы еще увидимся. Вот. Есть, наверное, шанс. Звезда. Ну, где звезда? Вот это вот видео. Это псевдоготика. То, что идет наверху. Вот эти вот, как бы, поддерживающие собор. Линии. Так они строят потолки. Это псевдоготика. То есть готические соборы так встретили. И потом, когда появился позднее, наверное, конец 18 века, начало 19-го, когда псевдоготика появилась, то этот элемент стал повторяться в такой, как бы, новой конфигурации, новом варианте. Псевдоготики довольно много в Питере. Есть церкви на Малой Конюшиной, на той же, рядом там, с... Раньше там был British Airways, наверное, его уже нету. Вот шведский дом. Вот там всегда готика. Сейчас я сделаю просто еще фотографию одну. Вот крест этот странный. Зубчатый собор, зубчатые эти стены, как у дракона в марокканском стиле. Вот. Сейчас так вот посмотрим. А вот посмотрите, что здесь изображено. Здесь изображен голубь на фоне... А, нет, не голубь, крест на фоне солнца и руки скрещенные. Такой тоже. 1529-й. 1523-й или 29-й. Что это? Я это сфотографирую, а потом переведу. Неужели... Я не думаю, что это собор постройки 1529-го года. Я помню из истории, что Колумб открыла Америку в 1495-м. А то есть в 1529-м. Неужели они уже его построили? Хотя это было-то очень круто, если они его построили спустя всего 40 лет. Вот такое. Это будет офигеть, как говорится. Все, я сфотографировал. Вот напоследок вам вид главного собора города Тула. Построены постомками тамплиеров наверняка. Есть у нас символы Мальтийского ордена здесь присутствуют. Аллея Кипарисов. Вот она напоследок. И сейчас я возвращаюсь к свой отель. То есть поставлю сейчас, наверное, запись на отключение. Юлю и всех, кому нужно идти, поблагодарю. Но через 10 минут примерно включу. Чисто для того, чтобы почитать чат. И минут 20-25 пообщаться с вами. Если есть у кого какие-то вопросы, я вам с удовольствием на них отвечу. У нас сегодня было долгое путешествие. Три часа мы путешествовали по этому историческому месту. И очень разные места посетили. Ну, либо просто потреплимся поржом. Все. Тогда, значит, отключаю. Через 10 минут примерно последний раз включаю. Чисто чтобы в чате пообщаться. Продолжение следует...